здравствуйте я ирина марьян менеджер южно-корейской компании на один глобу хочу дать свой отзыв о соли кишечник для чего мы чистим кишечник мы знаем что за время которое мы проживаем у нас в желудке в нашем кишечнике скапливается до 20 килограмм каловых масс и все это естественно портит наше здоровье через наш кишечник у нас проходят все токсины попадают в организм во внутренние органы и травят наш организм изнутри результате мы видим такие симптомы явные да это на лице пигментные пятна высыпания различного рода у некоторых людей бывает до крапивница псориаз дерматиты разные запоры я всегда думала о том что если я каждое утро хожу в туалет то значит я не страдаю запорами придя в компанию и поговорив с нашим профессором паком я поняла что оказывается один раз это запор вы знаете вы об этом знали я например не знала если например стул у нас не сформированы это тоже запор человек должен очищать свой кишечник каждый раз после приема пищи то есть если мы поели это но это не говорит о том что если мы там чай попили мы должны сходить в туалет нет если мы купку как вот завтрак обед и ужин да хорошо покушали то все лишнее если у вас организм здоров у вас все лишнее должно выходить ничего не должно откладываться нашем кишечнике но с возрастом к сожалению так у нас не происходит у нас ленивый кишечник у нас запоры и естественно мы начинаем болеть как я стала ощущать что у меня действительно забит кишечник что мне его действительно нужно попить потому что почистить во первых потому что ну по молодости я когда-то увлекалась чисткой кишечника это были какие-то клизмы да потому что периодически сидела на диетах пила какие-то там сенаде я помню мы пили да что там этом холоса с чем-то там сено мешали то есть эти все мы этим увлекались но я тогда не задумывался о том какой я вред наношу своему организму потому что все что мы извне все что я извне пытаюсь да как бы насильственным образом пытаясь почистить свой кишечник для моего кишечника это стресс для моего организма это стресс конечном результате я получила во первых лишний вес да то есть жировой гипотоз проблемы с внутренними органами да потом интоксикация как она происходит да то есть утром как нет настроения как я всегда говорю не встала встаю не стой ноги бывает какой-то состояние такое что у тебя где-то что-то чешется да постоянно хочется что-то почесать причем это где-то может там на спине почесаться потом может нога почесаться понимаете то есть все это все эти проявления говорит о том что у нас загрязнен кишечник любое проявление заболевания происходит именно вот через какие-то внешние такие показатели поэтому если мы будем очищать кишечник то конечно же мы будем помогать нашему организму оздоровиться да и я приняла решение что я должна пить как девочки да как наши партнеры пить соль постоянно на постоянной основе и сейчас я когда стала пропивать соль ежедневно я не только по субботу воскресенье потому что в офисе очень много партнеров приходит да и я хочу сказать что я заметила то есть я заметила что у меня появилась энергия у меня стал сон лучше я хочу сказать что у меня поменялись пищевые привычки то есть я стала перестала потреблять торты в больших количествах как я это делала я все время говорю я очень люблю тортики сейчас я тортики практически не ем если только вот в офисе да кто-то принесет там кусочек вам и можем скушать а я раньше я могла целый торт уметь вот я хочу сказать что у меня ну как бы на лице у меня таких пигментных пятен как бы не было одно только но оно тем не менее она тоже мне стала осветляться у меня жировой гепатоз уменьшается и общее состояние стало намного лучше то есть я стала энергичнее у меня стало перестала скакать настроение до перепады настроения поэтому я конечно не хожу в больницу не проверяешь но так как ходят наши партнеры делают периодически какие-то анализы и я вижу что их не показатель в норме поэтому я на сто процентов уверена что наша соль это еда это не лекарство и что нам только приносит пользу и здоровье давайте будем пропивать соль будем чистить наш кишечник и будем здоровыми